МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В Самаре проходит месячник по благоустройству. Какие задачи нужно решить с его помощью в Октябрьском районе Самары? Как повлияют требования Роспотребнадзора на проведение месячника? Какие проекты будут реализованы в этом году в центре Самары по программе «Комфортная городская среда»? В нашей студии Александр Кузнецов, глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. Мы работаем в прямом эфире и вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Александр Викторович, добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер. Октябрьский район – это один из географических центров Самары. Находится практически в центре города. Здесь постоянно бывают жители самых разных районов. В районе много мест для прогулок и самое главное, наверное, это вот набережные Волга. 1 апреля в Самаре стартовал месячник по благоустройству. Сложная, тяжелая, очень непростая действительно зима, которая вот, слава богу, закончилась, завершена. Нужно приводить город в порядок. Какие задачи, на ваш взгляд, нужно решать с помощью этого месячника в Октябрьском внутригородском районе? Традиционно апрель все муниципальные и государственные органы посвящают тому, чтобы привести в порядок территорию после зимы. Мы уже на полпути, можно сказать, потому что половина месячника прошла. Сегодня 14 число. Основная задача заключается в том, чтобы убрать листву, мусор, все, что осталось после того, как снег растаял. Слава богу, с погодой нам повезло. Буквально за неделю весь снег пропал. И сейчас у нас есть возможность работать. Соответственно, мы заключили муниципальный контракт для того, чтобы привлечь подрядчиков для уборки территории. Помимо этого, есть территории, закрепленные за различными организациями, которые работают в Октябрьском районе. Территории, закрепленные за ТСЖ и управляющими компаниями. И мы координируем нашу работу для того, чтобы не осталось мест, которые бы не были охвачены. Ну и плюс к тому, нам на помощь всегда традиционно приходят жители, приходит бизнес, который убирается вокруг себя. Многие начинают сажать какие-то растения в конце апреля, начале мая. Мы всегда это очень приветствуем. Александр Ильич, я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет на тему месячника, ну и вообще на тему приведения города в порядок. Затем продолжим нашу беседу. На самарских термометрах под 20 градусов со знаком плюс, но снег кое-где еще остался. С последними редкими сугробами ловко расправляется Андрей Корунов. В службе благоустройства он работает уже почти 10 лет. Говорит, приятно приводить в порядок любимое место прогулок самарцев – набережную. Мы патриоты гордо любим свою набережную, то есть приходим, убираемся, своими руками приводим в чистоту наш город. Очень часто люди не просто благодарят, а даже помогают там. То есть вот порой, когда снега много было, люди подходили и иногда даже с лопатами нам помогали. С начала апреля на набережной приступили к сезонным работам в рамках месячника по благоустройству. Ежедневная уборка тропинок и газонов от прошлогодней листвы, мойка дорожек. Чтобы привести в порядок только одну очередь набережной на участке от бассейна ЦСКА ВВС до Первомайской, понадобятся три бочки с водой. Это около 15 тысяч литров. Общая протяженность прогулочной зоны свыше 4 километров. Это, как известно, самая длинная набережная в России. Гораздо увеличилось в теплое время. То есть и детвора, и спортсмены. Уборку мы осуществляем, то есть стараемся как можно в раннее время, часовое, то есть сделать, чтобы произвести вот такие особенно моечные работы, чтобы не мешать отдыхающим. Лето почувствовала Ирина Пашинская, тренер по плаванию в бассейне ЦСКА ВВС. На набережной она прогуливается ежедневно. Сегодня, говорит, решила, что пора начинать пробежки на свежем воздухе. С детьми сегодня будем заниматься, бегать, поэтому ждем с нетерпением, когда все у нас тут чисто, пыли не будет, красота будет кругом, как всегда. Сейчас выполнено порядка 20% от запланированных работ. На следующей неделе начнут красить скамейки и урны. Александр Ильич, вот набережная – это наша общая гордость такая, общая городская. Ну и она в том числе в Октябрьском районе занимает важное место. Вот давайте поговорим про конкретные территории, которые нужно в районе, ну, скажем так, наиболее качественно приводить в порядок. Понятно, что нужно везде сделать все хорошо, но вот есть такие места, ну, показательные, что ли. Безусловно, набережная – это визитная карточка города и региона в целом. У нас в городе создано специальное муниципальное предприятие, называется набережная Самара, которая на постоянной основе занимается обслуживанием этой территории. Она обслуживает все очереди набережной, в том числе и те, которые расположены у нас в районе. Сейчас активно ведется работа по благоустройству, соответственно, после зимы некоторые плитки откололись, еще какие-то в ходе уборки территории были допущены нарушения покрытия. Соответственно, сейчас проводятся работы по оценке масштаба разрушений, восстановлению, приведению в порядок. В любом случае, к мае месяцу территория будет подготовлена. Вот другие районы, какие еще, вот вы считаете, ну, вот наиболее важны, то есть скверы, памятники, то есть где вот будет, ну, особенно внимательно следить? У нас есть видовые маршруты, которые, безусловно, должны находиться в очень хорошем состоянии. Ну, можно и так сказать, да. Потому что их посещает огромное количество жителей нашего города, не только тех, которые проживают в Октябрьском районе. У нас на территории есть скверы, в первую очередь сквер Фадеева, который был реконструирован полностью два года назад, и который стал новым центром притяжения жителей. И раньше люди приезжали только на набережную, а сейчас соседних районов приезжают, в том числе и в сквер. Достаточно выйти туда, да не только в выходной, в любой будний день, чтобы увидеть, какое количество людей его посещают. Там и бегают ребята, и занимаются различными видами спорта, проводят тренинги, мастер-классы. Мы это тоже всячески приветствуем. Эти территории, конечно, должны приводиться в первоочередном порядке, но это не значит, что мы забыли про дворы, потому что человек, выходя из дома, должен увидеть, что у него чисто и опрятно. К сожалению, нельзя это сделать прям единомоментно за один день, но я думаю, что подавляющее большинство территорий до 1 мая будет убрано. Вот важный момент для того, чтобы привести в порядок территорию, нужны технические ресурсы. То есть, понятно, это нужны мешки для мусора, нужны машины, которые потом эти мешки соберут. Нужны грабли, лопат, ну то есть, в общем, много всего на самом деле. Нужна техника, потому что часто без нее невозможно. Вот какие технические ресурсы в районе будут выделяться, как их получить тем, кто хочет, ну и так далее, и так далее. Мы готовились к месячнику заранее, поэтому у нас сформирован запас и мешков, и грабель, и прочих необходимых аксессуаров, для того, чтобы все желающие, кто хочет дополнительно принять участие в субботниках и в средниках, могли это сделать. К нам обращаются и волонтерские организации, и государственные, и муниципальные органы, ряд других, кого мы снабжаем необходимым инвентарем. Помимо этого, мы также заготовили маски для того, чтобы все работы проводились в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, поскольку коронавирус до сих пор на территории нашего города присутствует, поэтому мы не должны забывать и об этой проблеме тоже, и соблюдать социальную дистанцию и прочее. Но помимо этого, точно так же всем и специализированные организации, и ТСЖ, и управляющие компании точно так же готовились к месячнику, поэтому запас инвентаря есть у всех. Помимо этого, привлекается техника. В среднем в день от 20 до 40 единиц техники задействованы на уборке территории. В основном это грузовые машины, которые вывозят мусор. Всего мы планируем вывести за время месячника порядка 14 тысяч кубометров мусора. Это большой объем 14 тысяч. Да, да. Это и мусор, который остался после того, как сошел снег, это и то, что осталось после гаражей, которые зимой демонтировали где-то сами собственники. Ну да, процесс продолжается. Да, этот процесс действительно идет, и достаточно часто мы находим свалки там, где их не было. Поэтому мы, понимая, что такая ситуация возникнет, заранее забронировали определенные ресурсы для этого. Вот, кстати, а как синхронизировать вот эту работу уборки, скажем, территории и затем вывоза? Речь о том, чтобы потом вот эти мешки с мусором, ну, понимаете, о чем речь, чтобы они там неделю-две не стояли, а чтобы вот сразу увозили, увозили, то есть чтобы сразу и город был чистый, ну и чтобы не было вот этого риска, что это опять все разлетится. У нас есть текущая работа плановая, то есть мы знаем, в каком периоде времени, где какие работы производятся. Еженедельно проводятся штабы по благоустройству, при необходимости еще проводятся точечные встречи для того, чтобы понимать, какая организация на какой территории работает, каким образом будет собираться и складироваться мусор, и кто его будет вывозить. Потому что, безусловно, собрать и бросить его было бы глупо. Поэтому, чтобы эту ситуацию не допустить, мы координируем усилия всех организаций и при необходимости оказываем содействие. Вот, кстати, вы сказали о том, что у вас есть запас инвентаря, мешков и так далее. Вот скажите, куда обращаться, как обращаться? Вот если есть желание там, условно, привести свой двор в порядок, жители могут к вам прийти и сказать, нам нужно? Да, безусловно, не обязательно приходить. Можно обратиться или по телефону, или в любой социальной сети. У нас аккаунты есть и у администрации, и мои личные, и в Инстаграме, и ВКонтакте, и, по-моему, везде, и в Твиттере. Если у вас есть потребность в граблях, лопатах, мешках для мусора, и вы хотите убрать территорию возле своего дома, мы вам с радостью готовы прийти на помощь. В том числе и личному участию. То есть вы даже лично, то есть вы, ваши сотрудники, готовы прийти и помочь? Конечно. Мы сегодня работали на бульваре Челюскинцев. Мы вместе с сотрудниками вышли, привели в порядок площадку, которая готовится для будущего КГС. По крайней мере, для участия в конкурсе мы выставили ее на голосование. Надеемся, что люди нас поддержат. Для того, чтобы презентовать какой-то объект, он должен выглядеть прилично. Поэтому мы сегодня собрали листву и должны завтра с утра вывести те пакеты, которые там остались после нас. У нас, насколько я помню, четыре субботника планируется, уже два прошло. И каждую среду средники, я правильно понимаю? У нас 17-24 будут большие субботники. В них планируют принять участие и волонтеры, и большое количество организаций, в том числе и коммерческих организаций, которые по своей инициативе изъявили такое желание. Естественно, мы проводим средники. Ну и плюс к тому, деятельность всех организаций, в чьи непосредственные обязанности в обычное регулярное время входит уборка территорий, естественно, продолжается. Она ведется более активно, чем на обычной основе, на регулярной основе вне месячника. Соответственно, она у них ежедневная. Сотрудники администрации как часто выходят, кстати, на уборку? Вы сказали, что вы сегодня уже выходили. Ну, то есть понятно, что, значит, ваши коллеги и подчиненные были... Мы выходим, те сотрудники, которые в другое время не занимаются уборкой территории, выходят у нас по средам и субботам. Я, соответственно, тоже принимаю в этом участие, потому что любая инициатива должна начинаться с личного примера. Это идеальная схема, кстати. Да, мы стараемся из-под палки никого не заставлять, но у нас люди все с большим сердцем, которые заботятся о территории, это всегда в радость, когда ты делаешь что-то своими руками, улучшаешь тот мир, который есть вокруг тебя. Это только доставляет удовольствие. Ну, а когда еще и твой прямой и непосредственный начальник работает на территории, ну, соответственно, понятно, что ты будешь стараться еще лучше. Ну, наверное. Ну, я так предположил. Вот вы сказали о том, что не только люди участвуют, но и организации, которые расположены на территории района. А вот как привлечь те компании, которые, ну, формально не обязаны? То есть понятно, что должны ТСЖ, управляющие компании, это как бы их святая обязанность, они и так-то должны следить за территорией, а вот после зимы они должны просто все привести в порядок. Ну, есть еще магазины, офисные центры. Ну, то есть есть много предприятий, которые там, завод на территории района есть. В соответствии с 444-м постановлением городской думы, территорию вокруг организации они обязаны содержать в обрядном состоянии, в связи с чем я направил обращение во все организации, которых эта территория, за которыми закреплена. Помимо этого у нас с большим количеством организаций заключены соглашения о санитарном содержании территории, где они добровольно берут на себя обязанность по содержанию территории. Ну и плюс к тому, у нас большая часть населения работает не из-под палки, им это действительно нравится, потому что нет ничего зазорного в том, чтобы взять лопату и посадить у себя возле своего же объекта цветы, или поставить какую-то клумбу. Ну и жить в чистоте. Мне подсказывают, что есть звонок в студию, давайте пообщаемся со зрителем, и затем продолжим нашу беседу. Алло, здравствуйте. Добрый день, я... Да, представьтесь, как вас зовут. Добрый день, я Ютан Кузнецов. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут. Я хотела задать вопрос. Я живу в частном секторе, в частном доме, да? Вот я во время уборки во дворе уберу все, листву, мешки, и можно поставить на улицу, вынести мешки вдоль бордюры. Какой у вас адрес? У нас адрес... У нас не Ленинский, это не Октябрьский, а Ленинский. Ленинский район. Смотрите, территорию свою, я так понимаю, вы собрались, да? Придомовую убирали. Да, да, вы двори, это уже... Вообще, за вывозом мусора, твердых бытовых отходов, должен заниматься сам собственник. Соответственно, у вас заключено соглашение с рекоператором, как я понимаю. У нас твердобытовые отходы, к ним относятся в том числе и листва, и ветки, которые вы соберете в своей территории. Я думаю, что это можно поставить возле контейнеров, в которые вы вывозите мусор. Да, контейнер далеко у нас. Я живу, я бинзионерка, мне далеко идти, вдоль бордюровые. А только давай, ездить же и собираются. Давайте за эфиром. Вы номер свой оставите, я попрошу свою коллегу, Елену Бондаренко, она обязательно придет вам на помощь. А это после эфира, да? Ну, сейчас вас из прямого эфира выведут, но продолжат с вами общаться. Хорошо, спасибо большое, спасибо. Спасибо. Ну, то есть, вот, понятно, что люди на самом деле хотят убираться. Да, вот это живой пример того, что человек даже в преклонном возрасте, даже, по всей видимости, испытывающий определенные и ограничения по здоровью, тем не менее, хочет убраться у себя на территорию. У нас огромное количество инициативных людей, которые разбивают полисадники, некоторые даже грядки сажают на придомовой территории возле многоквартирных домов. Это можно только приветствовать. Кстати, насколько я знаю, конкурсы есть совершенно замечательные, вот этих вот придомовых полисадников, грядок и так далее, и так далее. Да, ежегодно проводятся конкурсы, люди с большой охотой участвуют. Для многих это такая форма отдыха, форма реализации своих потребностей. Я предлагаю сейчас посмотреть еще один сюжет, затем продолжим нашу беседу, как раз поговорим о том, как людей привлечь еще больше к этой работе. Активно работая скребком, Олег Дьяконов убирает наклейки, объявления и рекламные листовки с остановок. Вот уже пять лет он вместе с женой Натальей делает город чище. Семья подрядчиков работает практически во всех районах города. Сложнее всего приходится на окраинах. 55, вот только в апреле 55 остановок. В том месяце мы 69 помыли остановки, потому что были слишком грязные. А в этом месяце нам уже дали наряд 118 остановок у нас. Всего в Самаре необходимо отмыть более 1200 остановок. Приводят в порядок и урны на улицах города. Например, в день только в Октябрьском районе, где всего вдоль дорог расположено около 400 емкостей для сбора мусора, бригада восстанавливает до 50 штук. Свежая краска должна сохраниться до следующего сезона. Мы восстанавливаем окрасочное покрытие сгоревших урн, убираем ржавчину. И после уборки снега непосредственно бывает, что повреждены урны. Мы их либо восстанавливаем, либо заменяем на новые. Александр Ильич, вот мы посмотрели сюжет, город приводят в порядок. Вот понятно, что для того, чтобы он затем оставался чистым, нужно две составляющие. Максимально качественно его убирать, и чтобы люди затем желательно не мусорили. Ну или делали это как можно меньше, и только там, где это делать можно. Ну то есть, чтобы было достаточное количество урн и так далее. Вот как убедить людей активнее убирать свою территорию, выходить во дворы? Вот ваше личное мнение. Я думаю, только личным примером, потому что убеждать кого-то делать то, чем ты сам не занимаешься, достаточно бессмысленно, поскольку мы сами своими руками практически ежедневно это делаем, мы имеем и моральное право людей к этому тоже привлекать. Тем более, что мы готовы, как я уже сказал, прийти на помощь даже на тех территориях, которые непосредственно к полномочиям внутригородского района не относятся. Там какие-то городские, где-то люди сами в силу каких-то причин не могут. Власть должна быть рядом, власть должна быть близкой, открытой, поэтому мы готовы оказать содействие. Ну и плюс к тому, чем чище останется территория, тем меньше будет желания там что-то бросать. Достаточно вспомнить, как выглядела набережная раньше и как она выглядит сейчас. Сейчас там редко можно встретить кого-то, кто пьет алкоголь или бросает фантики мимо урна. Ну неуютно будет себя чувствовать. Да, потому что ты будешь себя чувствовать неестественно в этой среде культурных людей, которые пришли на пробежку, которые сидят, пьют кофе, общаются между собой. Это совершенно другая среда с точки зрения самоощущения, поэтому мы должны создать максимально комфортные условия проживания, комфортные условия функционирования города. У людей, у самих не будет возникать желания каким-то образом пачкать и мусорить. Портить то, что, в общем-то, вокруг них есть. Что касается самоощущения, в городе готовятся высаживать однолетние растения. Вот то, что я лично очень люблю, потому что это очень красиво. Какие территории будут в Октябрьском районе засажены? У нас многие территории будут засажены. Это и на проспекте Масленникова, на Новосадовой, на Московском шоссе. Это, безусловно, будет во всех скверах. Это будет на улице Гагарина. Это будет, конечно же, на набережной. Это будет и в загородном парке, и во многих других местах. Всего планируется высадить свыше 20 тысяч однолетних цветов у нас на территории района. 20 тысяч? Свыше этого, да. Поэтому цифра большая, город будет красивым. Красивая цифра. Да. Помните, как было в прошлом году, в этом будет лучше. Даже так? Ну, мы планируем. Замечательно. Какие меры, вот если продолжать эту тему, при этом благоустройство, это еще и комфортная городская среда. Вот какие меры предполагаются для того, чтобы продолжить эту работу? Программа есть такая, которая иногда еще называется КГС, но это такое сленговое выражение, комфортная городская среда. Вот какие проекты будут, какие меры предпринимаются для того, чтобы людей привлекать активнее к этой работе? Что будете делать? Комфортная городская среда – замечательный проект, который реализуется в том числе на территории нашего района. В этом году будет сделано три площадки в рамках комфортной городской среды, внутридворовых площадки. Давайте перечислим, какие три площадки? Ну, у нас будет сделана площадка на Масленниково-40, у нас будет сделана территория на Новосадовой-20, на Авроре-146. И плюс к тому, на Первомайской-29 мы с помощью средств, привлеченных от спонсора, мы заключили соглашение с Самарнефтегазом, сможем сделать еще одну площадку. Ну, и плюс к тому, у нас будет реализован большой проект городского масштаба, тоже в рамках комфортной городской среды, сквер борцов революции – это территория, примыкающая к фабрике кухни. Она будет в рамках этого же проекта в этом году целиком реконструирована. Это будет новое, совершенно не похожее на то, что там есть сейчас пространство, которое будет использоваться вместе с музейным комплексом, который откроется буквально в ближайшее время. Как многие знают, на территории фабрики кухни планируется создать филиал Третьяковской галереи. Сейчас идут активные работы, они уже выходят, можно сказать, в финальную стадию. И этим летом должны благоустроить все пространство вокруг фабрики кухни. Таким образом, это будет единый комплекс, который, я думаю, полюбится жителям не только нашего района, но и других. – Насколько я знаю, там даже остановку переименовали уже именно на этой территории. – Да, это большое комплексное решение, которое будет уникальным для нашего города, потому что мы сможем привозить сюда экспонаты, которые раньше просто не могли попасть в Самару. Очень повезло нам, что этот музей будет находиться именно в Октябрьском районе. – Ну да, это есть чем гордиться. – Да, это большая удача и большое спасибо нашему губернатору Дмитрию Игоревичу, который принял решение о том, что нужно и сквер тоже благоустроить одновременно. Это будет, я думаю, еще одна визитная карточка нашего города, которой можно будет только гордиться. – Вы уже видели проект, то есть вы уже как бы понимаете, как это будет? – Конечно, он опубликованный проект и самой фабрики кухни, и проект сквера вокруг него. Это интересное пространство, которое можно будет использовать не только в рекреационных целях, но и можно будет устраивать разного рода выставки под открытым небом и прочие интересные вещи. То есть вся территория этого комплекса может быть задействована в разных вариантах. Это интересно, это можно будет в перспективе обыгрывать. – Мне подсказывают, что есть звонок в студию, давайте примем, и у нас вот прям буквально две минуты. Здравствуйте. – Да, добрый вечер. – Добрый вечер, да, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, и мы вас слушаем. – Да, Марина, меня зовут, у меня вопрос. Новосадовая 2, графики на фасаде, что сделать в этой ситуации? Как можно помочь? – Закрасить, видимо. Давайте мы запишем адрес и возьмем в работу. – Да, хорошо, спасибо. Новосадовая 2. – Я услышал, спасибо. – Да. Александр Викторович, вот если говорить про программу «Комфортная городская среда», прям очень кратко. следующее, какие территории планируются, должны попасть вот в этот проект? И как будете выбирать? – Проект федеральный, он в ближайшее время стартует, любой желающий, у кого есть доступ к государственным услугам, сможет сделать это дистанционно. Ну, у нас на территории города, у подавляющего большинства людей этот доступ есть, соответственно, будет ряд территорий, за которые можно будет отдать свой голос. Ну, если говорить о территориях нашего района, то это загородный парк, это площадка на бульваре Челюскинцев. Мы очень надеемся, что какая-то из этих площадок победит. Соответственно, чем большее количество людей примет участие в этом конкурсе, чем большее количество людей отдаст голоса, тем больше шансов, что именно этот проект будет реализован, потому что среда у нас конкурентная. Смысл конкурса очень простой. Если большое количество людей высказывается за то, чтобы направить финансирование на реализацию какого-то конкретного проекта, он и будет реализован. Соответственно, наша задача сейчас убедить людей, что нужно отдать голоса именно за проекты, которые могут быть реализованы на территории Октябрьского района. Мы планируем активно начать эту работу, как только стартует возможность голосования. Сейчас уже привлекаются волонтеры, которые смогут буквально в режиме онлайн помогать людям регистрироваться и отдавать свои голоса. Мне подсказывают, что время программы, к сожалению, подошло к концу. Александр Игоревич, спасибо за насыщенную беседу. Я надеюсь, что мы с вами увидимся уже по окончанию субботника, обсудим, каким стал район. Ну и будем работать над тем, чтобы город и район стал еще лучше. Напоминаю, в нашей студии был Александр Кузнецов, глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. Давайте вместе сделаем наш город чистым. До свидания.